Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня разберемся с нашим принтером Epson SX-130, который перестал работать, не видит печатающую головку. Нам терпится забраться в этом деле. Почему же он не видит? Вот наш принтер. Раньше на нем стояла система непрерывный подосечернил, но после прочистки сопел внезапно принтер перестал видеть печатную головку. При нажатии значка принтера. Смотрим настройка печати. В разделе сервис нажимаем утилиту Epson статус монитор. И вот, что показывает. Это говорит о том, что картриджи определить не удалось. Я открыл раздел, где головки стоят. Стоят родные картриджи. Думал, что система АСНПЧ виновата. Но то же самое появляется. Ошибка не исчезла. При включении видно, что головка идет в крайне левое положение. Но звука шипящего о том, что она прочищается, нет. Значит проблема с печатающей головкой. Она встала на свое место и вот загорелась капля и значок питания. Никаких действий больше нет. Так как картриджи мы поставили заведомо исправные. Я пытался даже их менять утилитой. Никаких результатов не было. Я вынимаю картридж. Вот такие у нас картриджи родные. Здесь у них есть чипы, которая целая. Второй комплект чипов. Я вставил в систему непрерывной подачи чернил. Блоки управления. И вот такая ситуация. А внизу установлена наша головка печатающая. И возможно там сгорела плата. У меня есть донор. Принтер Epson S22. Который лежит без дела. Поэтому попробуем снять с него печатающую головку. Промыть ее хорошо. И после этого попробовать установить ее в этот принтер. Пока я отсюда печатную головку доставать не буду. Когда справлюсь с головкой донором, после этого уже будем разбирать этот принтер. А пока приступим к разборке принтера Epson S22. И попробую достать с нее головку и хорошо промыть. Продолжим работу. Вот наша головка уже снята с принтера S22. Прочищена и просушена хорошо. Теперь осталось разобрать принтер Epson SX130 и после этого проверить как работает наша головка. Начнем работу. Для замены головки возьмем принтер Epson SX130 и начнем его разбирать. Для начала необходимо снять верхнюю часть сканера снять верхнюю часть сканера. Для этого открываем крышку сканера. Вынимаем картриджи, чтобы нам не мешали. Это первое действие, которое необходимо сделать. Для начала снимаем сканер. Для этого необходимо открутить вашу руку шурупа возле бумагоприемника. И один шуруп впереди. Он находится вот здесь. Теперь необходимо добраться до шурупа, который находится под кнопками управления. Для этого воспользовавшись острым предметом, в моем случае это обычная с отвертки набор шила, необходимо подковырнуть нижний зацеп и вывести из остальных зацепов. Плата управления. Вот здесь два зацепа идет. Один и второй. В принципе шлейф управления можно не отсоединять, потому что мы сканер разбирать не будем. Ставим на место, притуляем блок управления. Теперь необходимо чем-то поддеть снизу крышку, она в принципе легко вынимается и приподнять ее. Теперь необходимо соединить шлейфы. Вот они здесь находятся. Шлейф один, второй и третий. Это можно сделать аккуратно рукой. Вот они соединены. Сканер можно убрать к снятию печатной головки принтера. Для этого сначала нужно убрать планку, которая держит шлейф. Для этого, взяв отвертку, необходимо внутренней части вот здесь прижать. Аккуратно поддеваем, прижимаем сверху и вынимаем планку фиксации шлейфов. Можем в сторону. Перед нами здесь шлейф ведущий на плату управления головкой и шлейф ведущий на плату управления картриджами. Теперь необходимо отсоединить шлейф один и второй и после этого снять контактную планку картриджей. Аккуратно соединяем шлейф ведущий шлейф. Теперь используя острый предмет, необходимо осоединить контактную планку. Здесь есть небольшой паз. Нажимаем его и правая сторона уже уходит. То же самое слева. Теперь потяну вверх, снимаем плату управления с контактной площадкой. После этого можно откручивать три шурупа, крепящие печатную головку и теперь поднимаем головку печатную и соединяем шлейф управления печатной головкой. Запоминаем, где как шлейф лежал. Вот она перед нами. Видно, что залитая. Возможно вышла из строя плата управления. Посмотрим сейчас. Теперь осталось новую головку или старую прочищенную поставить в принтер наш SX-130, который поломался. Я в прошлом видео показывал, как разобрать его. Теперь в следующем видео покажу, как поставить эту головку в этот принтер МФУ и проверить ее роботопособность. Подключаем шлейф. Положим печатную головку на свое место. Как она должна быть? После этого фиксируем ее тремя шурупами. После этого устанавливаем контактную планку с платой управления. Теперь с помощью поджимной пластинки фиксируем шлейф. После этого можно сверху надевать сканер и проверять. Теперь необходимо подключить шлейфы управления сканера к плате управления. Здесь три шлейфа. Очень аккуратно ставим на свое место. На месте сканер закручиваем два шурупа задней части. Возле платка подачи бумаги. Музыка Музыка И осталось закрутить один шуруп крепления в передней части. Здесь еще идет в стандартном исполнении защитная панель пластмассовая. Но она снимается при установке СНПЧ. После этого установим на свое место систему СНПЧ и продолжим работу. Подключаем провода питания принтера. Систему СНПЧ мы уже установили. Теперь проверим как же работает МФУ после чистки. Мы видим что принтер определил. Систему непрерывно подощренил. Компьютер пишет что все картриджи полные. Теперь необходимо приступить к прочистке печатной головки от моющего средства. Вот мускул которым мы ее промывали. Уже стало лучше. Кроме красного появился черный цвет. Сделаем еще один раз прочистку печатной головки. Из этого теста видно что черный цвет уже почти полностью раскис. А желтый, красный и синий еще немножечко хромают. Но это не страшно. Теперь оставим наш принтер на некоторое время. На пару часов пусть постоит немножечко. Раскистит где-то там какая-то дюз. И выйдет лишний воздух. После этого проверим еще раз какие будут отпечатки. Проведем еще раз программную чистку. Дюз. И посмотрим что же получится. Вы были на канале Дело мастера боится. Смотрели видео о том как почистить печатающую головку на принтере Epson SX-130. Или МФУ. Другими словами. Это все делается легко и просто. При наличии небольших навыков, желания и терпения вполне выполнимо. Ставьте свои замечания. Лайки. Пишите свои комментарии. Будьте с нами. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok